Построение фиктивной учетной работы Построение фиктивной учетной работы мешают многочисленные мифы, широко распространенные среди бухгалтеров. Предпосылки к появлению многих мифов основаны на таком понятии, что почти все работники компании, в которой трудится конкретный бухгалтер, ничего не понимают в бухгалтерском учете. Соответственно, это порождает следующие мифы. Во-первых, можно успешно имитировать бурную деятельность и при этом особенно не утруждаться в выполнении своих прямых обязанностей. Во-вторых, можно перекладывать свою ответственность за выполнение определенной работы на других работников предприятия, например, юристов. В-третьих, постоянными жалобами на большую нагрузку и сложности выпрашивать себе определенные преференции. В-четвертых, самостоятельно принимать определенные решения, исходя из своего удобства, при этом не принимая во внимание наличие или отсутствие выгоды самого предприятия. Например, не пересдавать налоговые декларации при выявлении ошибок или безоговорочно следовать советам налоговых инспекторов, принимающих налоговую отчетность. Еще один миф базируется на волнении руководства за раскрытие коммерческой тайны. Оперируя потенциальной опасностью, бухгалтер всеми силами препятствует проверке учета компетентными лицами, например, аудиторами. Самый опасный миф, распространенный среди бухгалтеров, основан на возможности шантажа руководителей и заключается он в следующем. Бухгалтер может нажаловаться в налоговую инспекцию, раскрыв все схемы так называемой налоговой оптимизации. Не менее опасный миф, присущий бухгалтерам, основан на желании комфортной жизни. Это значит, что бухгалтер старается не предупреждать руководителя о потенциальных проблемах, а замалчивает их. Причем такое замалчивание грозит появлением больших проблем в будущем.